всем здравствуйте всем отличной недели рада нашей с вами встречи надеюсь взаимно сегодня с вами буду смотреть расклад на тему что мешает вам жить той жизнью какой вы хотите не знаю что из этого выйдет с каждым разом темы такие я не знаю даже как их определить но приходят они в голову либо я где-то вижу какая-то какую-то тематику который вот мне интересно было бы получить ответ на этот вопрос вот поэтому когда классифицировать эти вопросы мне самой бывает сложно но интересно так с позициями надеюсь вы определились тайм-кодек теперь есть ссылка на раздел сообщества где вы можете читать анонсы про пятничные скорее всего про выходные blitz консультации 10-минутный вот я вас приглашаю также есть ссылка на называть на плейлисты на в которых есть интересные материалы на мой взгляд чуть если такая лохматая ладно приступаем позиция номер один голубенький камешек фоново играет музыка вот надеюсь вам не мешает прослушивание меня просто расслабляет что вам единички мешает жить той жизнью какой вы хотели бы ну-ка я уточню чем здесь выпал просто ту спиндаклей вот вам знаете не хватает какого-то шанса только я не могу понять этот шанс извне должен к вам прийти либо вы должны как-то найти какой-то шанс какую-то возможность пойти в новое потому что ту спиндаклей аркан мира нам говорят о том что пришло время расширяться и открывать какие-то новые абсолютно двери и вот вам как будто бы не хватает этого шанса и здесь вот я еще раз хочу посмотреть что я не совсем понимаю эту спиндакли что это за шанс то есть его нету вам нужен что это за шанс не показывает точно говорят просто от шанс на построение именно чего-то нового у вас нету этого шанса или вы его не берете нету или вы не берете и не могу сказать что его нету и вы не берете он и есть и вы как будто бы его даже и берете но здесь речь идет о том что так что вам мешает что нам мешает вам нужно прекратить сомневаться знаете вы относитесь к категории людей по двойке мечей которые очень много думает анализирует да прежде чем что-то сделать то есть много времени проводите в своих мыслях и десятка мечей говорит о том что вот эти сомнения они вас затормаживают по перевернутой восьмерке жезлов они вас затормаживают и вы не идете развития то есть очень много думаете мало действует я бы так сказала то есть по сути если отвечать на вопрос что вам мешает жить той жизни которой вы хотите здесь нет каких-то явных препятствий преград почему падают три великих аркана аркан солнце это вообще про удачу не говоря уже про ту спиндакли про удачу про счастье про такой достаточную богатую жизнь до в достатке аркана изобилия здесь выпал то есть по сути отвечать на вопрос что вам мешает жить той жизни которую вы хотите нету преград единственная преграда это вот ваши сомнения нужно завершить а почему у вас эти сомнения почему у вас бывают сомнения ну потому что в отшельник потому что вы это ваша натура такая знаете углубляться что-то искать но есть такое ощущение что проще было бы если бы вы прекратили заниматься ну вот не то чтобы саная самоанализом а вот все подвергать какому-то анализу рассмотрению то есть иногда проще сказать как говорил фрейда цигара это просто цигара да то есть здесь не нужно вот все время что-то раскапывать до жизни можно упрощать свою жизнь принимая какие-то вещи да то есть не обязательно находить всегда ответы на какие-то вопросы пускай какие-то вопросы остаются неотвеченными то есть вот в этом вашем характер до отшельника бесконечный поиск а вот это вот желание что-то узнать желание посмотреть за где-то там прочитать что-то между строк увидеть какой-то вот подсмысл вот вот это вот скорее всего вам мешает она заставляет вас сомневаться а в чем вы сомневаетесь аркан смерти вы сомневаетесь и королева педакли в том что вот такая жизнь достатки она вам как будто бы подвластна что вообще могут произойти какие-то перемены вашей жизни естественные перемены до трансформации и вы сможете прийти именно к той жизни комфортной который вы себе представляете да вам кажется что это вот нереально вы тревожитесь на этот счет вы как будто бы думаете знаете с одной стороны вы хотите что-то получить а с другой стороны вместо того чтобы думать о желаемом вы как будто бы когда включается ваше сомнение что не получится вы начинаете больше энергии свою сливать вот в эти переживания то есть вы не думаете о том что получится и я могу сделать и надо вот больше энергии вливать именно в свои желания вы вы вообще по своей натуре тревожный человек да вы как будто бы знаете тревожитесь вот по двойке кубков что не будет вот все так идеально как вам хотелось бы да что как-то сложно добиться какого-то баланса гармонии вашей жизни вы очень часто впадаете в состоянии опустошения в состоянии нежелания как-то двигаться дальше вам сложно уравновесить себя и свои сферы вы как вот понимаете когда для вас что-то значимое важно туда сливаете очень много энергии и эта энергия она забирается из каких-то других сфер и вот здесь вам нужно находиться в балансе да чтобы вот все было в достатке чтобы не было перекосов что в одну сферу вы вливаете много энергии а другие как будто бы страдает то ли у вас здесь не получается но мы если говорить по своей натуре человек который очень много думает то ли у вас много времени и возможности подумать то ли вы по природе такой человек который сначала подумает а потом сделает очень много мыслей и эти мысли они как правило в негативном включении созидательном а больше в негативном в принципе ваши мысли они мешают вам жить той жизнью какой бы вы хотели но внешне если какие-то внешние препятствия внешние преграды внешние преграды это только ваш собственный выбор да когда вы захотите это выбрать и начать жить такой жизнью то есть вот вы как будто бы не уверены не знаю не уверены что если я буду например жить вот в этой роскошной жизни той какой я мечтаю эту потом за нее придет допустим там расплата в такой же ценности в таком же эквиваленте только в минус для того чтобы силы выровняли вот этот вот баланс возможно здесь есть и такие какие-то страхи да но в принципе до семерка мечей выпадает на дне некий такой самобан связанный который идет у вас из прошлого вы просто не желаете идти в новое вот как-то так то есть у вас нет жизни просто потому что вы не хотите перемен вы не может быть голове желаете до прожить ту жизнь которая жизнь своей мечты до его так сказала но остаетесь довольствоваться тем что имеете потому что ванну в принципе мне кажется вам и так неплохо вот то есть здесь нету я не вижу решительности и готовности вот идти в это новое то есть вы в это не идете как-то здесь может быть еще и сценарий прошлого да вот по поводу именно достатка вот возможно вас по каким-то причинам этот достаток пугает то есть вам проще например жить в какой-то нужде условно говоря нежели в и не говорю что вам это комфортнее вам это более известно понятное нежели жить в достатке почему-то достаток вас пугает такая была первая позиция позиция номер два красненький камешек двоечки что вам мешает жить той жизнью какой вы хотите жить что вам мешает десятка кубков шестерка кубков и рыцарь для кого-то здесь может быть действительно вопрос стоит в семье она может являться какой-то преградой потому что что-то что то есть связанные с прошлым да вот как-то вашей семьи и она не дает вам возможности двигаться а для кого-то мне бы сказала что ваша эмоциональность возможно да какая-то наивность детской здесь карта тоже показываю знаете какой-то такой момент нового шанса нового начинания но вы как будто бы закрываетесь вот вы тоже я не знаю то ли здесь единички переходит вдвойку да как продолжение но здесь примерно аналогичная ситуация да только если в первом варианте причина была в мыслительном формате да то в мыслях то здесь идет проблема в эмоциональном вашем фоне вы вот тоже закрываетесь от движения вперед вы хотите чтобы было как-то вот комфортно да и уже как-то вот ввести какую-то оседлую свою свой образ жизни может быть с этим было и связана причина до который вы берете из своей семьи есть возможно ваша семья такая достаточно стабильная до консервативная и ей не свойственно какие-то перемены вы возможно переняли оттуда эти сценарии и поэтому вы как будто бы закрываетесь от движение вперед но здесь вот причина именно в эмоциях в эмоциях которые базируются на тузе жезлов на какой-то вот искрик жизни то есть если у вас нету вот это вот не знаю какой-то наполненности желание дожить наслаждаться вот если вас не горит вот этот огонек если вы не загораетесь этим то вы как будто бы не не двигаетесь вперед здесь проходит какой-то сценарий вот именно материнский сценарии связанные с движением вперед я не могу понять почему вы не двигаетесь вот но есть карта движения и на карты остановки причина здесь как будто бы не показано у нас выпадает дьявол который с некоторого времени переместился с третьей позиции на вторую и это дьявол связан с пятеркой мечей ваш выбор он как будто бы опирается на этого дьявола он опирается на мнение других людей на на критику вы как будто бы знаете как эмоционально зависимыми становитесь от не знает мнение других людей данном случае семья то есть вот здесь семья как-то влияет каким-то образом именно на ту жизнь который вы хотели бы жить но она не в прямом смысле да там что например не разрешает вам куда-то переехать либо как-то удерживает ваш ваша семья а здесь скорее всего какие-то сценарии которые были ну вот привычки да были переняты из вашей семьи и вы живете таким же образом и вот казалось бы вроде бы родители рядом нет да я не чувствую их присутствия то есть такого физического влияния на вас но вот как будто бы я не знаю вашей голове есть вы когда что-то хотите сделать как будто были голос какого-то вашего родственника дали близкого человека либо авторитетно вашей голове так не делая это да да то есть что-то хотите здесь деться как будто бы я не знаю там мама говорит но так не моют полы либо так не надо делать и вот то есть человека нет а влияние на него его на вашу жизнь она осталась здесь здесь вот сильные какие-то моменты вам просто нужно обнулить те моменты когда вы стоите перед выбором то есть здесь когда надо что-то выбирать вам здесь как будто бы нужно по шуту и рыцарю жезла знаете рискнуть и двигаться вперед то есть не думать о что выбрать вы не то чтобы анализируйте как по первой позиции до все риски и где бы постелить какую соломинку а вам здесь говорится вам и иногда надо просто действовать спонтанно что ли как-то вот непредсказуемо то есть когда вы начинаете думать вы сами себя то есть ваши ваши размышления приводят к вашему бездействию здесь как будто бы наоборот говорится о том что он вам не нужно думать вам нужно действовать а там в моменте потом уже до в память и вы уже решите как вам быть и что делать здесь выпадает два дьявола о чем они говорят я не могу понять здесь вот понимаете здесь как как будто бы часть вас говорит что да я хочу двигаться я готова к этой жизни другая часть как будто бы не то чтобы со внимание сомневается а королева кубков она она здесь волнение на грани страха здесь такое ощущение что вот если бы вас кто-то взял за ручку да и отвел в то место куда вам надо вы бы пошли а так самонастоятельность такое ощущение что вот вы как будто бы топчитесь на одном месте это вот не знаю как как стеснение какое-то иногда есть такое у людей когда вот они что-то хотят сказать да кому ты вот они начинают переминаться с одного места на другой может казаться что человек у человека есть какая-то физическая нужда да и вот сходить в туалет но на самом деле это вот вот какая-то неуверенность да вот шаг вперед шаг назад сказать не сказать сделать не сделать вот здесь какие-то такие моменты и они связаны с тем что еще раз скажу с одной стороны вроде бы вы хотите ваше желание с другой стороны это вот влияние вашего прошлого влияния ваши вашей семьи и где-то здесь мелькает еще такая мысль о том что по семерке мечей ну то есть если не получится ну и я как будто бы сняла себя ответственность что ну окей не по моей причине его там что-то не получилось да я не пошла в эту жизнь но вроде бы и и и хорошо да то есть то здесь есть какая-то хитрость какая-то выгода в том чтобы не жить вот богатый вот этой жизнью изобильный здесь выгода она как будто бы вот связано с вашими эмоциями дата здесь все за задействовано до зафиксировано на эмоциях здесь речь идет о том что только будто бы кажется что если вы пойдете в это будущее до что вот в этом будущем каком-то идеальном в нем нет тех эмоций тех переживаний которым вы привыкли а все поняла здесь семерка кубков выпадает такое ощущение что если вы допустим добьетесь того чего вы хотите это как будет конечный путь конечная . и тогда о чем мне вообще мечтать фантазировать да то есть к чему тогда стремится потому что здесь понимаете сама сам процесс воображение представления вот этих вот меч он вас наполняет эмоционально да то есть вы когда об этом думаете либо представляете вы начинаете проживать эти состояния и вам от этого хорошо а если вы этого добьетесь то тогда о чем надо можно будет в мечтать да то есть что тогда пожелать и тогда как будто бы жизнь будет неинтересно то есть это вот знаете люди процесс никаких которым не результат важен на процесс то есть пока вы находитесь в пути условно говоря да к этой идеальной жизни вам ну как будто бы есть какой-то смысл а потом когда вы к этому придете да уже смысла принципе не будет тратить и поэтому вы как будто бы и семерка мечей с хитростью да она связана с тем чтобы как будто бы осознанно отодвигаете свою жизнь до которой вы хотели бы жить здесь вот или на вам надо посмотреть на своих родителей когда они вас воспитывали что они думали какие мысли какие речи высказывания либо какие-то мне знаю у них привычки были до ритуалы по самой жизни непосредственно потому что здесь очень много вы переняли от них и вам как будто бы понятно когда вот я нахожусь именно в процессе до создавания чего-либо так по то есть пока я создаю мне понятно какие шаги надо делать а когда я уже получаю то что я хочу а дальше я не знаю что мне делать да а дальше вроде бы и нет какой-то другой новой цели чтобы поставить здесь здесь об этом идет речь вам нравится сам путь вам не нравится конечная точка вам нравится сам путь поэтому вы как можно дальше отстранять то есть вам приятнее как будто бы мечтать о том что вы могли бы получить нежели вот совершать какие-то действия для того чтобы это получить потому что придет ну то есть вы получите и а дальше что а дальше что вот здесь об этом идет речь так мы с вами переходим последние позиции троечки зелененький камешек струк вам мешает жить той жизнью какой вы хотите оператор семерка педаклей и король жезлов здесь как будто бы знаете речь идет вашем подходе то есть вас как будто бы подход идет по императору то есть как-то так добросовестно знаете выстраивать какой-то фундамент поступать и на у меня такое ощущение когда будто бы здесь человек выстраивает какой-то свой города либо какой-то свой там я не знаю замок и делает очень добросовестно да на долгосрочной основе то есть здесь ваш подход он такой фундаментальный и добротный какой-то то есть вот здесь вопрос в самом подходе то есть вы как будто бы не то что долго запрягаетесь а вот как-то основательно да вот в этом причина причина в вашем императоре слишком основательно да то есть прямо вот придумываете как я буду взаимодействовать с людьми что я буду давать что я буду получать то есть и это как будто бы тормозит ваше достижение вашей ваши мечты ваши вашего желания здесь еще знаете на пути вообще построения той жизни о которой вы мечтали вы столкнетесь с тем что придется разрушить очень много моментов своей жизни до в которые вы ранее как-то верили возможно вы вскроете какую-то истину которая не знаю может вас разрушить может быть разрушить вашу вот эту вот мечту вашей жизни которой вы стремитесь тыс вы так долго идете к своей мечте что бывает так что пока вы дойдете до нее да вы уже как будто бы ну устали на я не могу сказать что перехотели но в процессе выстраивается какой-то не знаю какая-то ситуация может быть когда вскрывается какая-то истина о том что вам как будто бы это и не нужно то есть это так так много времени заняло что пока я приду какой-то своей мечте да я уже перехотел здесь не не про перехотел а здесь вы не знаете как будто вы начинаете какой-то проект условно говоря да это вот так основательно к нему подходите что там надо сайт создать там я не знаю договориться с людьми с рекламы вот прям вот основательно основательно что это так многое время не займет пока сайт создашь пока еще что то что пока ты придешь конечной точке то спрос уже на тот продукт который вы хотите сделать до в своем проекте он уже как будто бы видоизменился и вам ну условно говоря надо не какие-то прозрачные кружки либо с фотографиями до наклейками создавать а уже возможно нужно какие-то там не знаю бутылки до для спорта то есть и вы понимаете что это опять над вот этот механизм всю систему перестраивать то здесь вот проблема с этим ну то есть конкуренция здесь может быть настолько сильно что вам приходится заново выстраивать какую-то другую стратегию мы сейчас такая мысль пришла в голову скорее всего я просто вспомнила один комментарий одной женщины которая писал о том что ну то что вы говорите это и так ясно и понятно давайте лучше решение вот и скорее всего кто-то здесь наверное думает о том что ну а как же быть а как же быть ладно давайте посмотрим а также вам быть здесь вам немножко нужно перестроить свое сознание свое мышление по поводу того как вам приходят идеи до по поводу вашей жизни ну то идеально который вы хотели бы жить да что именно вам как будто бы нужно быстрее быстрее двигаться быстрее двигаться и здесь если будут всплывать какая-то информация по поводу не знаю что у вас будет пугать здесь связано как-то со страхами вам нужно преодолевать какие-то жизненные вызовы только вот здесь не причина здесь говорится о том что надо сделать это как-то быстрее понимаете рецепт мечей он быстро в своем движении то есть целенаправленно ставлю цель да и двигаюсь к ней но знаете как двигаюсь по пажу мечей двигаюсь и как это сказать-то правильно в процессе да я собираю необходимую мне информацию подстраиваюсь до под нее и создаю все что мне нужно то здесь как будто бы вы начинаете действовать к вам пришла какая-то идея да и вы сразу начинаете действовать и вот в процессе своего своих каких-то действий вы понимаете что нужно откорректировать какой еще вам информации не хватает и как вы можете эту информацию получите что вы можете с ней сделать это как будто бы упростит вам ваш путь вам по десятке жезлов понимаете вы двигаетесь по жизни с большим каким-то багажом с большим каким-то грузом и вот этот груз он вам мешает двигаться вперед вы вы должны двигаться на легке и достаточно быстро то есть вот у меня такое ощущение знаете когда идут по пути два человека один монах какой-нибудь да шаолинский быть босиком и вот и какой-нибудь там турист я не знаю с англии у которого рюкзак за спиной вот он в этих ботинках и солнце жарко ему сложной и вот он то шнурки у него развяжется он остановится то как-то вот передохнуть нужно и ты смотришь вот этот вот монах шаолинский он у него одна цель да то есть у него какой-то маленький мешочек вода по необходимости и он идет то есть у него есть цель он просто к ней передвигается без какого-либо напряга да двигается надо остановился попил воду пошел дальше то есть здесь отношение какое-то намного проще нежели чем вот у этого туриста то у него одно плечо занемело от груза то второе вот он что-то тащит на себе непонятно для чего чтобы так вот на всякий случай ну ты знаете как будто бы человек который не живет в доверии с вселенной в отличие от монаха который говорит ну надо переспать я лягу да там например ну на земле да мне не привыкать есть там не знаю страшно пойду где-нибудь ночлег нету создам это ну то есть по мере поступления каких-то проблем он их и решает а есть там вот этот вот турист англичанин который заранее говорит о том что надо взять с собой там слепак на где поспать там спички возможно как разжечь то есть такой знаете человек который не совсем приспособленные именно к взаимодействию с миром да я не случайно привела пример этого шаулинского монаха то есть это люди которые живут в природе да они знают что расслаблюсь то то есть если мне холодно я могу поднять я владею своим телом могу поднять температуру своего тела если мне жарко могу опустить то есть это человек который вот именно находится вот взаимодействие он он является частью мира понимаете а вот этот вот англичанин турист он как будто бы старается адаптироваться но он чужой в этом мире да то есть он создает очень много шума например когда ходит по дороге либо по лесу да то есть его походка достаточно шумно он оставляет следы за собой ну то есть ты понимаешь что этот человек да он приспосабливается но не является частью этого мира вот здесь вот примерно то же самое то есть ваша причина заключается в том что и вы как будто бы хотите приспособиться к той жизни в которой вы хотите жить но вы с ней не сливаетесь вы не являетесь ее частью вот здесь вот об этом речь идет я не знаю как вам объяснить по-другому кроме как такого такой метафор и здесь верховные жрицы выпадают говорящий о том что вот вам как будто бы не хватает вот этих вот знаний да то есть можно идти к своей цели к проживание своей жизни немножко другим путем я не знаю и использование например и разных законов до которые существуют в мироздании для достижения вот своей какой-то цели есть на это может быть визуализация это может быть ну то есть не только вот материальном мире до что-то сделать совершать какие-то действия но это можно еще здесь подключить и духовный мир то есть жить в соединении этих двух миров здесь вот по энергиям вот нечто такое вы вроде бы по отдельности может быть это и знаете но вот здесь не хватает знаний о том как это можно соединить то есть если допустим вот пример которым я привела где я говорила что монах может изменять температуру своего тела да вы безусловно можете сказать ну да я слышал об этом да то есть есть люди которые владеют допустим вот то есть знания есть а осознание этого практики опыта нету и вот здесь вот казалось бы что вот эти вот именно качество вот эти навыки вот это вот вам нужно по жизни не столько какие-то практические моменты потому что здесь процессы идут очень медленно вообще материальный мир он какой-то медленный вы можете приходить к своему желаемому то что здесь говорится намного легче и быстрее да не тратя столько силы и столько энергии здесь знаете такое ощущение что вы как будто бы вот в этом воплощении такое ощущение что у вас идет как будто бы задел что я буду там жить не знаю триста пятьсот лет и поэтому все что я выстраиваю это все должно быть добротно то есть нет отношения к жизни что это временно да бог дал бы взял и я пошел дальше то есть вот какого-то такого отношения это не говорит о какой-то вот детскости наивности да а это говорит именно о том что да я уважаю жизнь я ее люблю я отношусь к ней не то чтобы серьезно я ее понимаю и вот именно уважаю но при этом живу более проще что ли радостнее вот здесь какие-то такие моменты вам вот это надо посмотреть именно по этой причине у вас в процессе а того как вы идете к той жизни которые вы хотите вы сталкиваетесь с башни то есть ваша башня и дальше аэрофант она не случайно разрушает вам ваше мировоззрение то есть вы сталкиваете вы вы приходите к тому моменту грамм понимает что что-то я не так делаю я это я я это ну как-то вот нутром своим чувствую не безусловно если допустим вы работаете с клиентами то вот так как вы ведете себя клиентам своим вы так не посоветуете не порекомендуете вы как будто бы клиентам рекомендовали что-то другое а сами так не не поступаете не знаю почему вот такая была третья позиция а такой расклад немножко для меня он тоже был сложноватый в трактовке потому что есть какие-то вопросы которые выводят и меня из зоны моего из зоны моей к моего комфорта до привычки привычные моей так скажем стезе но с одной стороны я понимаешь что вот допустим не надо расти надо делать расклады не такие которым я привыкла и поэтому вот такие вопросы да они меня на самом деле вводит немножко в тупик но с другой стороны это является тоже зоной моего роста вот и я стараюсь такие расклады тоже делать не знаю насколько у меня они получается или нет потому что возможно бытует такое мнение что ну если ты занимаешься таро значит ты можешь дать ответ на любые вопросы вот кстати напишите свое мнение да как вы считаете так ли это или нет потому что моя позиция говорит о том что каждый специалист он именно хорошего своей какой-то ниши да то есть не все созданы для всего есть сильные какие-то стороны да а есть более уязвимые и слабые ну то есть допустим если врач он не может быть врач общего профиля он например да он может быть терапевтом но при этом любом случае если скрипаются проблемы например сердцем да то мы отправляем пациента кардиологу да либо если проблемы с зубами то он идет зубному врачу либо со зрением как к окулисту хотя в принципе они все считаются врачами вот у меня например тоже такое понимание есть что я не могу делать все расклады то есть есть расклады ответы на вопросы которые я не могу я не могу считать ответ даже зная таро систему таро да может быть это только у меня так я не знаю в принципе никто никогда об этом и не говорит вот но напишите свое мнение как вы считаете должен ли таро лак отвечать абсолютно на все вопросы ну то есть может ли он способен наверное способен но но не я поэтому и тематика моего канала она такая достаточно конкретно и определенные с одной стороны это то в чем я чувствую свою силу а с другой стороны в этой силе тоже нужно развиваться и поэтому хоть и в том же направлении но все равно бывают вот такие вот вопросы которые для меня достаточно сложные в щитке я не знаю чем связана сложность но они мне сложны вот такими мыслями хотела с вами поделиться пожелать вам хорошей недели солнечной и всего самого наилучшего всем пока пока